ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас хватает времени оставаться ласковыми мамами, заботливыми сёстрами, любящими жёнами и любимейшими бабушками. Повод сделать комплимент. Женщин сегодня чествовали в Краснодаре цветы, концерт и немного истории. Сильным представителям сам прекрасного пола можно подарить, к примеру, вот такой симпатичный, но многофункциональный набор отверток. Цветы на 8 марта больше не в тренде. Чего хотят женщины и что говорят мужчины? Минимизировать её путём оперативности реагирования, неотвратимости наказания и локализации в своё время таких разозгораний мы можем. Аварийный выход из ситуации. Власти края и спасатели определились, как реагировать на пожары и наводнения, чтобы избежать тяжёлых последствий. Вам не обязательно быть медиком. Это печатается на интернепринтере, собирается из подручного материала. Протез, который можно сделать дома. Научная разработка кубанского школьника может навсегда изменить подход к реабилитации. Покажем, что придумали дети. Важно было найти какой-то новый звук. Я его нашёл. Соло на клюшке. Уславинский музыкант изобрёл новый звук. Сделал электрогитару из спортинвентаря. Итак, боевые корабли ВМС Турции зашли в морскую гамму Новороссийска. Корвет и тральщик бросили якорь близ гордых героев на два дня. Задачи военные, но цели мирные. Вероника Веретенникова убедилась. Первым свой якорь на российской земле бросает корвет «Бургас Ада». Для турецкого экипажа заход в иностранный порт – финальная точка в ежегодных национальных учениях. Они проходили на протяжении недели в трёх морях – Эгейском, Средиземном и Чёрном. Корвет «Бургас Ада» – достояние наших соседей. Его назвали в честь небольшого острова вблизи Стамбула. Корабль полностью спроектирован и построен в Турции. Главное предназначение – поисково-спасательная операция, уничтожение подводных лодок, ну и просто патрулирование морской глади. Гостей на берегу встречают с кубанским гостеприимством, с хлебом и солью и под звуки народных песен. Дружеская встреча продолжается уже на турецком корабле. Представителям Новороссийской военно-морской базы коллеги показывают вооружение боевого судна. И мы верим, что подобные визиты внесут положительный вклад в развитие наших добрых отношений. А в другой части Цемесской бухты пришвартовался Акчай – судно, названное в честь небольшого курортного города в Турции. Вмещает всего 57 человек. В условиях боевых действий без этого судна не обойтись. У тральщика Акчай задача тоже не из лёгких. Судно очищает путь для других кораблей от мин, которые могут находиться под водой. Мы сами с большим волнением ждём вход кораблей в порт Новороссийск. Это для нас очень интересное событие. И также хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших российских друзей за оказанное содействие в этом мероприятии. У турецких моряков программа насыщенная. В планах встретиться с местными властями и посетить ряд достопримечательностей города, среди которых Аллеи Героев. Кульминацией визита станут совместные учения ВМС России и Турции. Они пройдут в акватории Черного моря 8 марта. Учения будут проходить в полигонах боевой подготовки Новороссийской военно-морской базы, где будут участвовать силы Новороссийской военно-морской базы, Черноморского флота, корвет и тральщик ВМС Турции. Планируем отработать на этом учении организацию взаимодействия при совместном маневрировании. Суда пробудут в порту Новороссийска до 8 марта. До этого дня у всех гостей и жителей города Героя будет возможность попасть на борт военных кораблей. Вероника Веретенникова, Александр Брюксен, Кубань-24, Новороссийск. Теперь к другим темам. Больше тысячи букетов вручили кубанским женщинам сегодня в музыкальном театре. Там прошел концерт, посвященный 8 марта. Прекрасную половину поздравляли со сценой, стихами и песнями. В зале собрались ветераны войны, учителя, врачи, многодетные матери. Главные комплименты произнесли губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. У нас страна поменялась, а 8 марта никто поменять не смог. Потому что у Кубани и у России женское лицо. Роль женщины в истории и страны, конечно, и нашего края трудно переоценить. Кубань, я уверен, вы все со мной согласны, самая красивая и богатейшая земля России, земля кормилец кубанским казакам была подарена женщиной, императрицей Екатериной Великой. Так вот, издревле кубанские казачки не только берегли или леяли домашний очаг, они воспитывали своих сыновей истинными патриотами и защитниками своей земли и Великой России. Я уверен, ничего до сегодняшнего дня не изменилось. И уверен, не изменится, потому что вы у нас такие же, настоящие кубанские казачки. Нас, мужчин, не перестают удивлять и в какой-то степени даже восхищать ваша активность и умение одновременно делать несколько дел. Вы преуспеваете в своей профессии, активно занимаетесь общественной жизнью, при этом вы храните домашний очаг и умудряетесь всегда прекрасно выглядеть, быть энергичными и обаятельными. Глава региона также привел в пример выдающийся жительниц Кубани. Веямен Кондратьев вспомнил подвиги Пестини Степановой, ночных ведьм Евдокии Бершанской и Марии Расковой. Конечно, нелегкая женская доля, Великая Отечественная война. Мать Степанова, которая не дождала своих девяти сыновей с фронта. Девять сыновей. Наши легендарные летчицы, ночные ведьмы. Бершанская, Раскова и многие-многие другие. А сколько неизвестных женских имен, которые приближали великую победу. Нелегкая женская доля. Да и сегодня, сегодня вы занимаете руководящие должности в органах управления, в политике, возглавляете предприятия. И самое главное, у вас хватает время оставаться ласковыми мамами, заботливыми сестрами, любящими женами и любимейшими бабушками. Спасибо вам еще раз огромное. Губернатор и председатель ЗСК вручили женщинам государственные награды. Праздник продолжился выступлением кубанских коллективов и артистов Краснодарских театров. Кубанские женщины, кстати, рассказали о самых желанных подарках на 8 марта. Опрос провели сотрудники Международной торговой сети. И оказалось, что кроме стандартного набора презентов, дамы ждут от мужчин героических поступков. Сами же представители сильной половины человечества готовы ради любимых принести кофе в постель и даже убраться в доме. Чем еще можно порадовать жен, подруг или коллег, узнала Ксения Галич. Среди девушек сейчас очень популярен хендмейд. И для этого зачастую нужен совсем не женский инструмент, потому что работа связана и с плетением косичек кукол, не с завязыванием бантиков. Поэтому девушкам, сильным представителям сам прекрасного пола, можно подарить, к примеру, вот такой симпатичный, но многофункциональный набор отверток. Для самых хозяйственных можно подобрать какие-нибудь небольшие бытовые приборы. А если дама заботится о саде, радости на 8 марта добавят оригинальные уличные фонари в виде мышки, белочки, щенка или совы. Ну и, конечно, девушки не представляют весенний праздник без цветов. Большинство девушек, женщин, около 40%, конечно же, мечтают на 8 марта получить букет цветов или горшечные цветы. И 83% мужчин готовы подарить своим женщинам именно цветы. На втором месте украшения, путешествия. Стоит быть внимательным с выбором букета. К примеру, весеннюю классику тюльпаны нужно грамотно сочетать по цвету. Хорошо соседствуют желтые, красные и бордовые бутоны. Белыми или розовыми их лучше не разбавлять. Все дело в том, что насыщенные цвета сохраняют свежесть намного дольше. Соответственно, светлые раньше его вянут. У роз тоже есть свой секрет. Чтобы выбрать свежие цветы, необходимо обратить внимание обязательно на то, чтобы на бутоне был вот такой вот зеленый незрачный листочек. Он называется рубашка. Именно он показывает о том, что цветок свежий. Его не обрывали нижние лепестки этого цветка свежие. Поэтому сам бутон простоит очень долго и будет радовать вас около недели. Вы сейчас в подарки ходите выбираете? Да. А что выбираете? Ну вот гиацинты. Гиацинты. А сами что бы хотели получить в подарок? Гиацинты. Потому что они долго хранятся, во-первых. Они долго цветут и красивые, и приятные. Гиацинты. Потому что у них очень приятный запах. Очень приятный. Замечательный. И кроме того, они неприхотливые. Если бы решили выбрать цветок, который будет радовать хозяйку долгие годы, в дополнение сразу же можно приобрести красивый оригинальный горшок. Неизменной популярностью у девушек пользуются орхидеи. Они есть разных цветов. От белых до красных и фиолетовых встречаются и сочетания оттенков. Но самый редкий представитель – это орхидея ванга. Она продается сразу же в стеклянном горшке, потому что именно так она и растет. Ей не нужна почва. Ее можно либо здесь сразу же опрыскивать, либо досталать, купать и возвращать обратно в свое жилище. Она питается из окружающей среды. Какие бы цветы ни предпочитала девушка, много их не бывает. И это тот случай, когда прогадать сложно. В огороде у нас куча-куча-куча цветов. У нас там розы, кусты. У нас даже елка есть одна. Еще я люблю лазить по абрикосине. Абрикосине. У нас там большая абрикосина есть. А эти цветы вы в подарки в том числе купили, да? Четыре только. В подарки. Остальное нам. Но если вы хотите поразить свою избранницу чем-то необычным, можно выбрать, к примеру, цитрусовые в горшках. Выбор хоразный. От классических лимонов до вот таких необычных апельсинов. И смотря на довольно странную форму, они съедобные и безумно сладкие. Также есть экзотические представители вида. Вот этот, к примеру, называется коломандин. А вот это растение кумкват. Его маленькие плоды по вкусу напоминают нечто среднее между лимоном и апельсином. Продавцы пообещали в канун праздника цены на цветы не только не повысятся, а даже наоборот прибавится много акций, чтобы каждая представительница прекрасной половины смогла получить в подарок любимые тюльпаны, розы или орхидеи. А впрочем, не столь важно, какой именно это будет цветок. Он должен быть красивый и, главное, свежий, чтобы долго радовал глаз. А вообще, мужчины, женщины оценят любой знак внимания. Ксения Галич, Артем Лычко, Кубань, 24, Краснодар. В преддверии Международного женского дня в Краснодаре выяснили, все ли мужчины подготовили для дам подарки. Так, согласно проведенному опросу, поздравлять с 8 марта планируют 89% сильной половины человечества. Причем большинство из них, а это 38%, приготовили для любимых косметику и парфюмерию. Ювелирные украшения выбрали треть сопрошенных. Чуть меньше 21% мужчин подарят сертификаты. И всего 1% респондентов радовать своих женщин будут новыми автомобилями. Эксперты также узнали, совпадают ли выбранные подарки мужчин с желаниями женщин. И вот согласно опросу, 43% дам в первую очередь ждут как раз ювелирные украшения. Косметики и парфюмерии обрадуются 29%, а подарочным сертификатам 23%. 20% женщин на 8 марта желают получить путевку на отдых, но мужчины об этом не подумали и в качестве сюрприза выбрали бытовую технику. Также представители сильного пола поделились информацией о суммах, которую потратили на подарок любимым. До 1 тысячи рублей выделили 22% мужчин, 36% опрошенных признались, что к 8 марта заплатили в три раза больше. До 5 тысяч обошлись подарки каждому шестому. Сюрпризы и еще большие суммы преподнесут дамам 8% респондентов. Ну и сегодня в аэропорту Краснодара девушек поджидали правоохранители с цветами. По звуке оркестра главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, стражи порядка поздравляли женщин, с предстоящим праздником радовали гостей города букетами и комплиментами. Подарки преподнесли женщины. Очень физические возможности ограничены. В краевой столице специалисты спецслужб навестили своих подопечных вместе с сотрудниками ГИБДД. Мы и дальше обязуемся заботиться о вас. Обращайтесь к нам за любой помощью. Все, что в наших силах, мы всегда все сделали. Создать праздничное настроение прекрасной половине человечества решили правоохранители Олимпийской столицы. В Сочи женщины поздравляли на горных спусках. От лица Сочинской госавтоинспекции мы поздравляем вас с наступающим международным женским днем. И желаем вам безаварийного вождения как за рулем, так и на лыжных красах. Городный Сочин. Правильно. Кроме того, с букетами тюльпанов цветочный патруль туристической полиции отправился в Олимпийский парк. Там девушки, принимая букеты, не упускали возможности сфотографироваться со стражами порядка. Идем далее. Сделать все для предупреждения чрезвычайных ситуаций, но при этом быть готовыми к их ликвидации на все 100%. Такую задачу поставил первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко. Он провел в Краснодаре заседание КЧС. Скоординировать действия аварийным службам и представителям власти сейчас как раз самое время. Впереди в два неопасный период и паводковый, и пожарный. Готов ли регион противостоять стихии, знает Екатерина Пороханяк. Впереди у Кубани паводковый период. Начинается он уже в конце марта. О том, как пройти его без потерь, говорят на первом в этом году заседании КЧС. В зале члены комиссии спасатели, представители профильных министерств и ведомств. На видеосвязи главы городов и районов. Время на подготовку к половодию есть у большинства районов, но не у горячего ключа. Там, в станице Багинской, в начале февраля река Псикупс уже показала свой суровый нрав. Подмыла основание склона и обрушила автомобильную дорогу. Что с этим делать, местные власти решали целый месяц. Наконец, предложение озвучивает глава муниципалитета. Предлагается выполнить устройство временного противоползневого сооружения из стальных труб и железно-бетонных плит с устройством отсыпки земляного полотна под автомобильную дорогу. Ориентировочная стоимость вышеуказанных работ – 60 миллионов рублей. Это только временное сооружение, а капитальное обойдется в 150 миллионов рублей как минимум. Конечно, таких денег в бюджете горячего ключа нет. За месяц масштабы катастрофы выросли. Теперь от обрыва до ближайшего жилого дома считанные метры. Андрей Алексеенко отмечает, в такой ситуации медлить нельзя. В этой ситуации нужно отталкиваться не от дороги, а от укрепления берега. Потому что транспортная доступность у вас там обеспечена. Защищать эту территорию как дорогу не нужно, чтобы она выдерживала там определенную нагрузку. Нужно защитить берег от разрушения, от влияния паводковых вод. Все. А это совершенно иные вещи. Торопиться необходимо. Горные реки еще только готовятся показать, на что способны. По словам гидрометеорологов, основные объемы воды будут формироваться за счет таяния снега. Свою лепту, причем немалую, внесут и обильные осадки. Пик половодья придется на май и июнь. При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть больше 150 населенных пунктов. На сегодня спланирована группировка сил и средств численностью более 21 тысяч человек и 6 тысяч единиц техники. Для раннего выявления угроз и минимизации риска природного характера задействуется космический мониторинг с периодичностью съемки от 8 до 10 раз в сутки. Круглосуточно отслеживают ситуацию не только с воздуха. На Кубани работает автоматизированная система контроля уровня воды в реках и интенсивности осадков. Датчики установлены в 29 муниципалитетах, там где риск подтоплений особенно велик. В прошлом году нами установлено дополнительно 38 датчиков контроля уровня интенсивности осадков на территории 11 муниципальных образований, использование которых позволит заблаговременно и достоверно за 3-5 часов предупредить о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на конкретных территориях. Кроме паводков грозят Кубани и природные пожары. Риск возгорания, отметили на совещании, резко возрастет уже с 1 апреля. Чаще всего причиной такого рода ЧП становится человеческий фактор. Кто-то выбрасывает непотушенный окурок, кто-то целенаправленно жжет сухую траву. Мы все-таки должны принять исчерпывающие меры. Это не говорит о том, что мы в полном объеме решим эту проблему. К сожалению, нет. Но минимизировать ее путем оперативности реагирования, неотратимости наказания и локализации в свое время таких разгораний мы можем. В прошлом году на Кубани за поджог травы к ответственности привлекли больше 800 человек, а общая сумма штрафов составила 750 тысяч рублей. Екатерина Пороханяк, Артем Тумарь, Кубань-24, Краснодар. В пригороде Краснодара спасатели установили дымовые пожарные датчики, вагончики, где проживает семья с пятью детьми. Жилье обогревают самодельной печью. Это не соответствует требованиям безопасности. А возможности улучшить бытовые условия у родителей пока нет. Об этой проблеме сотрудники МЧС узнали во время рейда, который провели накануне. Муж один работает и денег, конечно, хватает только на самые необходимые нужды ежедневные. Теперь мы будем в безопасности. Огромное спасибо. При возникновении огня эти датчики начнут громко сигналить и предупредят людей об опасности. Оборудование автономное, поэтому сирена сработает и в случае отключения электричества. Хочется призвать жителей быть бдительными в быту, соблюдать меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов в зимний период, а также не пользоваться оголенными электропроводами, электропроводкой кустарного производства, буржуйками. С ноября 2018 пожарными датчиками свое жилье уже оборудовали около 2000 кубанских семей. Те, у кого такой возможности нет, могут обратиться в МЧС или в администрацию по месту жительства. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Погоню со стрельбой пришлось устроить полицейским в Анапе, чтобы задержать неадекватного водителя. Когда сотрудники ДПС попытались остановить иномарку для проверки документов, мужчина за рулем только прибавил скорость. Во время преследования злоумышленник несколько раз выезжал на встречную полосу, создавая опасную ситуацию на дороге. Горе водитель остановился только после выстрелов по колесам его автомобиля. За рулем оказался 34-летний житель курорта. За что задержан? Управлял автомобилем. Признаете свою вину? Садитесь. Помимо того, что задержанный был в алкогольном опьянении, у него не оказалось водительского удостоверения. Права уже забрали за аналогичное нарушение. Сейчас безответственный водитель находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Запустить ракету сегодня пробовали в Сочи. Первые испытания в рамках научного эксперимента провели участники космической смены образовательного центра «Сириус». Это совместный проект фонда «Таланты и успех», «Роскосмоса», фонда содействия инвестициям и «Сколтеха». Космический полигон в миниатюре развернули в горах в селе Голицыно. Яна Кулешова следила за испытаниями. Московские школьники готовятся к высокому старту. Им предстоит запустить ракеты из стратосферы. Над проектом 11-й классники трудились несколько месяцев. Суть проекта – это запуск ракеты из стратосферы. Это позволит уменьшить массу ракеты и затратить намного меньше топлива. Изначально мы осуществляли наш проект на базе технопарка «Мосгармаш» и нас пригласили в «Сириус» сделать уже рабочую модель и запустить ее. Полезный груз юные проектировщики заматывают скотчем. Этот материал сохраняет клейкие свойства при низких температурах. Тем временем взрослые инженеры надувают воздушный шар. Он должен поднять в небо зонт с тремя ракетами. Поднимают платформу, на которой закреплены как раз ракеты. Предположительно, расчетная высота порядка 25 километров. И уже вместе начинающие и опытные инженеры собирают летательный аппарат. Перед запуском проверяют связь. Телеметрические данные из стратосферы должны поступать на наземную станцию. Так можно ежесекундно контролировать высокий полет. Три, два, один, поехали! Легендарная Гагаринская «поехали» и шар набирает высоту. Школьники фиксируют первые данные. Когда устройство достигает отметки 800 метров над землей, стартует первая ракета. Полет нормальный, констатируют воспитанники космической смены. Эксперимент прошел более-менее хорошо. Одну ракету нам удалось запустить, хоть и не самую высокую, но это хотя бы что-то. Сейчас мы ждем, возможно, сможем увидеть запуск еще одной ракеты, если нам не помешает облачность. 5 километров, 12, система запуска больше не сработала. Причины сбоя предстоит выяснить. Но московские старшеклассники свою космическую миссию уже выполнили. Они, как и 90 других, школьников со всей России, победители конкурсов Всероссийского образовательного проекта «Дежурные по планете». Всего было 5 конкурсов, в которых дети, собственно, предлагали свои проекты. Осуществлялся экспертный отбор этих проектов. И в итоге у нас порядка 16 команд, которые приехали со своими проектами дорабатывать их в лаборатории космической системы. Среди участников первой образовательной космической программы «Сириуса» есть и школьники из Краснодарского края. Автономный планетоход, энергосистема для наноспутника и ультразвуковое сверло, которое может закрепить зонд на астероиде. Результаты своей работы юные конструкторы продемонстрируют на итоговой конференции. Космическая смена продлится до 10 марта. Яна Кулешова, Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи. Большие вызовы брошены в Краснодаре. Сегодня здесь прошел региональный этап конкурса научно-технологических проектов. Дети представили работы, которую еще недавно назвали бы научной фантастикой. Водородные двигатели, термоустойчивые дроны и многое другое. С изобретениями и их авторами познакомился наш корреспондент. Будущее российской науки. Уже сейчас, находясь с этими детьми, и сам невольно чувствуешь себя школьником. Например, Данил, девятиклассник, из Геленджика изобрел механическую руку. Такой протез обойдется в 100 раз дешевле существующих аналогов. Вам не обязательно быть медиком. Это печатается на третопринтере, собирается из-под ручных материалов, скрепляется, некоторые, конечно, запчасти нужно будет докупить, но в основном вы можете это сделать дома буквально за пару недель своими руками. Со своим изобретением школьник приехал в Краснодар, чтобы поучаствовать в этапе всероссийского конкурса научно-технологических проектов. Всего их полсотни, разделенные на четыре секции. Беспилотный транспорт, современная энергетика, биотехнологии и агропромышленный комплекс. Так ребята из Краснодара установили на дрон водородный двигатель. Это не только увеличило длительность работы, но и позволило использовать беспилотник в условиях экстремально низких температур. У него значительно дольше время полета. Время полета у него до двух часов в данной модели. Также он может летать при температурных условиях при минус 60. В то время, как обычно, квадрокоптеры летают до минус 25 градусов. Всероссийский конкурс «Большие вызовы» проводится третий год. Региональный отбор сейчас проходит по всей стране. При формировании направлений на сегодняшний день мы стараемся заложить деткам и привить им к пониманию, что такое инновация. Это первая задача. Вторая задача – это научить деток работать в команде. Работы детей оценивают профессоры вузов и эксперты технологических компаний. Смотрят на инновации, масштабируемость и, главным образом, на практическую пользу. Я сейчас оценивала работы в номинации нейротехнологии, природоподобные технологии. Были представлены очень интересные работы. Это две работы из Геленджика и одна работа из Сочи. Ребята разрабатывают механическую руку, которая поможет людям с ограниченными возможностями. Механическую руку Данил уже представил медикам. Сейчас ждет от них заключения и оценки. А пока надеется, что воплотить идею в жизнь поможет конкурс. Итоги подведут летом. А в июле 400 лучших проектов отправятся на обучение в сочинский центр «Сириус». Кирилл Бионок, Валерий Стурит, Михаил Васенко, Кубань-24, Краснодар. Социальная столовая теперь есть в Геленджике. Проект реализован за счет спонсорских средств. Вход на благотворительные обеды по спискам от соцзащиты. Сейчас в них значится больше 90 человек. Поесть здесь могут люди в тяжелом материальном положении. Пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки. Еда не только бесплатная, но и вкусная. Это благородное дело. Поэтому большое спасибо и нашей администрации, и мэрии. Здесь это было полной неожиданностью. Никто не верил. Ну, а мы по лгеям ходим. Прям на радостях мы все здесь. Да, очень интересно все. И благодать. Столовая работает 5 дней в неделю с 12 до 15 часов. В будущем организаторы обещают и доставку горячего почитания тем, кто не может перейти в столовую самостоятельно. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Поддельные принцессы таможню не прошли. Детскую посуду с портретами спящей красавицы, золушки, белоснежки и других культовых персонажей диснеевских мультфильмов проверили на подлинность на крымском таможенном посту. Дело в том, что изображения этой серии защищены авторскими правами и без официального разрешения использовать их запрещено. Необходимые документы хозяин продукции предоставить не смог. А представитель правовладателя товарных знаков подтвердил контрафактность всей партии, которая впоследствии была конфискована. В прошлом году в Краснодарской таможне было выявлено более 12 тысяч предметов игрушек, одежды и обуви с липовыми брендами. Сумма предотвращенного ущерба превысила 13 миллионов рублей. В Усть-Лабинске местный житель сделал электрогитару из хоккейной клюшки. И для этого ему не потребовались профессиональные станки или особенные детали. Удивительный инструмент, по словам создателя, ничем не уступает традиционному. И более того, имеет собственное уникальное звучание. Наш корреспондент Станислав Бондурко узнал все секреты изобретения кубанского умельца. Вот что может сделать творческий человек, у которого много свободного времени. Необычный инструмент Ярослав Клепиков смастерил на новогодних каникулах, прямо на кухне. Записал свою игру на видео, выложил в интернет и мгновенно стал знаменит среди друзей, знакомых, а затем и музыкантов со всей страны. Мысли о том, чтобы создать какой-то свой инструмент, ну, я не знаю, всех они посещают. Ну, они были давно. То есть, а что если? То есть, это увлечение, ну, мысли эти появляются от того, чем больше инструментов в руках держишь, пытаешься на них играть. Для меня это важно было найти какой-то новый звук. Я его нашел. Сам мужчина в хоккей не играет. Купил клюшку из фанатских побуждений. А детали для гитары у бывалого музыканта лежали в запасе. Слегка укоротив черенок, натянул на него три струны, а в крюк встроил электрический пьезоэлемент и гнездо для блока эффектов. Сейчас, по словам мастера, на его спортивном снаряде можно сыграть любую, даже самую сложную композицию. Если на бас-гитаре играет, там, Seven Nation Hermiton, то есть мы ее можем сыграть и здесь, и абсолютно спокойно. Сейчас настроено на аккорд, там, фа диез. Я ее беру в одной октаве, в другой октаве и в третьей октаве. Вдохновлялся мужчина популярными видеороликами гитариста Джастина Джонсона. Американец смог превратить в гитару обычную садовую лопату. Да и в целом, на чем только не играют музыканты. По запросу «Необычные гитары» на просторах всемирной паутины множество видео. Вот, к примеру, эксперимент других российских мастеров. Инструмент из скейтборда. А вот гитаристы заменили сломанный гитарный гриф на канистру. И звучание совсем не изменилось. Сделать струнный инструмент умудряются даже из старого радиоприемника. Но аналогичной гитары из клюшки в глобальной сети нет. Наверное, и поэтому к изобретению Ярослава такое внимание. Сейчас его уже приглашают на рок-фестивали и бардовские слеты по всей России. Тем более, что мужчина сочиняет собственные песни и с легкостью импровизирует. Станислав Бондурко, Михаил Власенко, Кубань-24, Усть-Лабинск. Анапа озарилась светом парусов. В городе установили новые уличные фонари и необычные формы. Внешне они напоминают небольшую яхту. Вся электрика подземная. Она скрыта под плиткой. Световые корабли уже стали достопримечательностью. И с ними фотографируются и гости города, и местные жители. Сейчас идем и рассуждаем. Да, вот появилось. Очень приятно, красиво учить. Ну, просто красиво. Мне нравится. Почему бы не нравиться, если это украшает ваш город и нас тоже в чем числе радует. Арт-фонарей всего 15. Они части благоустройства, запланированного перед новым курортным сезоном. После зимы в Анапе приводят в порядок всю набережную. Обновляют ограждения, красят лавочки и урмы.